Приветствую вас! Сегодня в этом видео я хотел бы рассказать о том, как пользоваться круиз-контролем в автомобиле Toyota Prius 20 кузов. Для того, чтобы определиться, есть ли у нас эта функция, вы должны проверить свою комплектацию автомобиля. Находится этот рычажок, который отвечает за функцию круиз-контроля, вот здесь под рулем. Видим, да, вот этот рычажок. Вот кнопка включения круиз-контроля. Поэтому можно сразу, если она у вас есть, проверить нажатием этой кнопки вовнутрь. Нажали, у нас отобразился в виде лампочки. Вот, видно, да, круиз написано. Значит, у нас работает система круиз-контроля. Для чего мы используем эту систему? Ну, так честно скажу, по практике я ее не часто использую, но это актуально, когда мы едем на автобанах, к примеру, на каких-то магистралях, где дорога более прямая, понятная, многополосная. И у вас дальний, к примеру, маршрут, и вы хотите разгрузить себя чуть, чтобы не так уставать. Поэтому можно использовать эту функцию, то есть выбрать определенную скорость, и автомобиль сам будет держать эту скорость и приходить в нее, опять же, после того, как вы сделали какой-то маневр. Ну, и таким образом ваши ноги расслаблены, вам не надо постоянно давить на газ, да, то есть машина сама едет. Как же пользоваться этой функцией? То есть я просто вам покажу на месте, не в движении, потому что снимать и ехать, это как бы не очень хорошо будет. Поэтому покажу, вы суть поймете. То есть для того, чтобы мы в дороге, к примеру, едем, да, набираем минимальная скорость, порог скорости, при которой работает круиз-контроль, это 40 км в час. В зависимости, понятно, от того, где машина выпущена, ну, в основной массе это 40 км в час, потому что ездит где-то порог чуть выше. Когда мы достигаем этой скорости минимальной, да, 40 или выше, мы можем пользоваться круиз-контролем. Нажимаем кнопку, то есть вот эту кнопку, да, которую мы нажали, круиз-контроль отобразился, мы видим, что он у нас включен. К примеру, мы берем скорость, там, 60 км в час, хотим, чтобы она была стабильной, и мы с этой скоростью двигались. Поэтому мы берем вот этот рычажок, да, который вот у нас здесь, и мы, когда достигли скорости 60, мы его просто нажимаем вниз, фиксируя эту скорость. То есть мы едем в этой скорости, отпускаем газ, и у нас будет автомобиль сам держать скорость 60 км. Если мы хотим немного повысить, видим, что есть пространство на дороге, мы начинаем повышать скорость с помощью рычажка вверх. То есть если мы нажмем один раз, то есть у нас добавится плюс 2 км, будет уже 62, еще 64, то есть с делением на 2 где-то идет. И таким образом повышаем, либо же, опять же, нажимаем газ сами при этой скорости, догоняем, к примеру, до 70 км, и опять делаем фиксацию. У нас уже будет 70 км в час, поэтому есть два варианта вот такой фиксации. Либо вверх, либо газ, и зафиксировать снова нажатием вниз. Если вы хотите, к примеру, сделать обгон, едете вы со скоростью 60 км в час, но увидите, что эта скорость у вас не позволяет сделать обгон. Вы просто добавляете в газ, делаете обгон, и отпускаете газ, и ничего не надо нажимать, машина сама вернется в начальную скорость 60. То есть вот такой принцип. Если вы хотите отключить круиз-контроль, то это делается двумя способами. Либо клавишу вот эту на себя нажать, и отключаются ваши первичные настройки. Либо кнопкой on-off, да, нажали, тоже отключился круиз-контроль. Либо просто тормозом. Когда вы нажали педаль тормоза, круиз-контроль автоматически выключается. То есть, ну, такая несложная система, но иногда она очень удобная в дороге, и реально разгружает ваши ноги, не так устаете. Ну, и если вы видите, что дорога впереди безопасная. Так что пользуйтесь этой функцией. Если было полезное видео, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok